Субтитры делал DimaTorzok Ребят, я сегодня в парке аттракционов А почему? Будем повторять фотографии за BLACKPINK Они показали 5 прикольных приемов Вернее, даже опробовали эти приемы на себе У них получилась потрясающая Загорелась идеей Обязательно нужно попробовать это вместе с Айвиками И проверим, насколько я рукопоп Рукопоп лучше, чем рукожоп Я надеюсь, что будет все не сильно плохо И тем более у нас прекрасная погода Смеркается Поэтому давайте поскорее перемещаться Уже на 1ую вакацию И где я не в кадре Мне будет ассистировать Данил Ку-ку Загорди мусорку Ладно,大家都 leaving Поэтому прямо сейчас мы с вами перемещаемся На 1ую вакацию И посмотрим, что у меня получится Полетели Для своей грандиозной фотосессии Джису и Розе приехали у заброшенный парк аттракционов Оказывается, это место часто используют Для съемок клипов и дарам очень колоритное место, в общем. У нас парк, несмотря на положение в регионе, очень красивый. Но на его окраине, кстати, тоже можно найти удручающие картины, вышедших из работы аттракционов. Так что место, как мне кажется, мы выбрали подходящее. Искусственный дождик. Получить красивое фото под дождем можно даже в солнечный день. Прикольно, что девчонки сами фотографировали друг друга, и фото Джессу получились очень-очень-очень атмосферными. В общем, поэтому мне не терпелось начать именно с этого фото. И для него нам понадобится пол-литровая бутылочка с обычной водой. Можно взять парочку, чтобы наверняка. Но мы обошлись одной. И, конечно же, главный атрибут это зон тройс с торчащей вверху пимпочкой вот такой. Полностью прозрачной мы не нашли, но это мне показалось очень милым из-за надписи. Я люблю дождь. Мне кажется, это очень дружно выглядит. Я думала, соорудить эту конструкцию будет сложно, и бутылка просто сразу свалится, но нет. Вуаля, и мы обманули прогноз погоды. А еще я думала, что вода закончится очень быстро. М-м-м, дождик лил несколько минут. А вообще, чтобы дождь стекал с нужной стороны, то есть вперед, там где фотограф, ну и, собственно, лицо, нужно опускать край зонта тоже вперед, и тогда зонт закрывает лицо. А стоит зонтик чуть-чуть откинуть назад, как дождь утекает туда, мимо кадра. Так что словить удачный кадр с наличием в нем и лица, и дождя довольно непросто. Ты на меня ляпаешь. И у нас получилось, к сожалению, не так много капель. Я не планировала повторять фото о Blackpink в точности, я хотела только повторить саму идею. Так что давайте посмотрим, что у нас получилось. Отражение. Для создания вот такого интересного эффекта, Розе и Джасу использовали стеклянный шарм. Сам шар мы быстро отыскать не смогли и даже хотели пропустить это фото, но потом решили заменить эту всю историю на фото в отражении круглого зеркальца. Ну да, так, типа никто не заметил подмины. Поэтому для фото нам понадобится зеркальце, очень-очень-очень прямые руки и много терпения, да, ребят? Словить кадр было капец как сложно. То телефон попадает в зеркальце, то сам кадр потерялся, то кадр нашелся, но фокус потерялся. Пока щелкаешь на фокус, опять в руках трясучках теряется кадр. Еще ж нужно контролировать задний фон, постоянно грядки с розочками в него лезли, то зеркальце из кадра вылазило, в общем, ребята, фух. А главное, нужно было еще и удачную позу для моего маленького модельки найти. Не знаю, стоит ли сравнивать с фото Blackpink, поскольку идеи разные, но результатом я довольна на все 100. Летящая анимация Чтобы создать такую анимацию, нужен фотоаппарат или смартфон с мультисъемкой. У меня в приложении для фото есть сетка, но если у кого-то нет, то можно использовать бумажный скотч, на котором нужно отметить крестик. Это поможет фотографу менять положение камеры так, чтобы модель всегда оставалась в центре кадра. Потом из всего обилия покадровых фото выбираются самые летящие кадры и объединяются в анимацию. Для этого есть разные приложения и вроде даже функция в инстаграме, но это не точно. Я склеила фото в программе для монтажа, что для меня быстрее и как-то понятней. Ну а для начала, помимо смартфона, нам понадобится летящая модель. И главное, не увлечься в полете. В общем, потом я решила завязать волосы, чтобы лететь красиво, а не с хайром на голове. Сам процесс съемки был очень занятный, люди даже останавливались посмотреть. Но эти прыжочечки, блин, на платформах, которые кирпичами тянули вниз, оказались довольно утомительными. Мы переснимали три раза, поскольку при просмотре некоторые летящие кадры не зафиксировались. И еще я попробовала прыгать, не поджимая ног. В общем, в итоге все равно далеко не все кадры оказались удачные. Если бы не темнело, наверное, так быстро и были бы у меня запасные ноги, то можно было бы добить эту всю затею до идеала. Но так или иначе, это смотрится супер необычно, ребята, советую, рекомендую. У меня ужасно болят ноги теперь, реально у меня будет гриппатура завтра. Но я надеюсь, что результат того стоил, что получилось все хорошо. Большое спасибо Данику, он очень старался. Что ты делаешь? Давайте посмотрим, что у нас получилось. Панорамное фото Розе и Джису фотографировались возле вот такого трамвайчика. И потом они дали несколько советов для того, чтобы фото получилось хорошо. Тот, кто фотографирует, должен очень медленно и плавно перемещать кадр. А тот, кто фотографируется, наоборот, должен капец как быстро передвигаться, обходя фотографа за спиной, чтобы не смазать фото. И потом также быстро принимать какую-то новую позу. Та-дам! Я 3-х, как я. Сынта? Это как общаяся. Много людей на скамейке. Какое? Ты будешь садиться на каждое место. Ля, прикольно. Типа я на каждой скамеечке посидела. Давай сначала вот там попробуем. Мы сейчас будем вот тут снимать. Ага. Окей, таким образом нам нужен только смартфон с функцией съемки панорамы и какая-нибудь интересная локация. Раз, два, три. Это не столько идея, сколько маленький лайфхак для совместного селфи, которым пользуются многие. Тот, кто фотографирует, считает до трех, но при этом сам не шевелит губами, чтобы не испортить фоточку. Мы решили для полного комплекта повторить и это. В качестве фона выбрали вот такую карусельку, которая похожа на ту, что была в парке Blackpink. И тут можно было уже просто расслабиться и просто закончить увлекательный съемочный процесс милым семейным селфи. На память. Музыка. 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 Вот таким, ребят, получилось наше видео. Больше всего мне понравилась панорама. Я очень устала снимать анимацию с прыжками, причем я не уверена, что там все достаточно хорошо получилось. Конечно же, для проведения времени с близкими, с друзьями, с родными делать селфи, особенно с какими-то анимациями, это всегда весело и прикольно. С зонтиком, ну, мне кажется, что я все равно намокла. Но сам процесс съемки тоже был прикольный. И, конечно же, что касается фотографий в зеркальце, настроить и снять было очень тяжело, но, мне кажется, получилось довольно-таки неплохо. Как видите, уже вечер, и мы, помимо того, что я сняли этот ролик, мы еще прикольно провели время и повеселились. Классный доступ, ребята, ставьте большие пальцы вверх. А на этом все. Саран-саран, с вами была Айран. Я всех тебя люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok